Всем привет, дорогие друзья, с вами Стова Эдисан. Ждали? Ну я же знаю, что ждали, это новая серия нашего протяжения The Witcher 3 Дикая Охота. Ну или по-нашему Ведьмак. Что я ещё хочу сейчас попробовать, ребята, как использовать хлеб. То есть я вижу там в каком-то быстром слоте использовать, использовать... Дайте я ещё разберусь быстренько. Ага, ну сейчас, дайте я попробую. На Q, нет, не на Q, а на колёсико это использовать. Ага, это знаки, да, мы выбираем? Да. Дальше. На середину не работает. Восстановление. Ага, на R. Ага, да. Сейчас. Опа, так. Карта. Ага. Всё, это нужно пока что разбираться на R и на F, ребята. Кто не знал, может кто-то будет играть. Ну, мне кажется, это не так уж и сложно разобраться. Спрашиваем, где наша Енифер поехала. А мы покоя ищем. Отойди, приблуда. Покуда у нас пиво в кружках не скисло. В вариантах диалогов значком. Ага, вы используете Акси. Этот знак воздействует на разум других существ, подчиняя их вашей воле. Ни хрена себе. А ну давайте попробуем. Говори быстро. Говори живо. Была тут женщина, одетая в чёрное и белое. Говорят, пронеслась такая ночью по деревне. Так летела, что родоборы в канаву спихнуло. Куда поехала? Не знаю. С большака дороги во все стороны идут. Люди, ведьма-кумейки разум отнял. А у тебя язык от него, если не заткнешься. Не хотели по-хорошему? Значит, по-плохому будем нафиг вам в голову маги вгонять, да? Чтобы вы отвечали на вопросы. Ага, этого мы спросили замечательно. Теперь вот этого, да? Могу я тебя отвлечь на минуту? Почему нет? Альдерт Гейрт, заслуженный профессор Аксенфурдской академии. Читаю курс современной истории. Геральт из Ривии. Ведьмак. Не заслужен. Я ищу одну женщину. Длинные волосы, одеты в чёрное и белое. Ты видел такую? Разумеется, нет. В отличие от Охлоса, я знаю, что Вестница Войны лишь сказка. Вестница Войны? Кто это? Вестница Войны? О чём это ты? Люди болтают, что по ночам через поля ездит морок, который выглядит как прекрасная женщина. Такая, как ты описал. За ней движется войско, а того, кто перейдёт ей дорогу, ждёт несчастье. За последнее я лично ручаюсь. А ты знаешь, где её в последний раз видели? Нет. Меня интересуют факты, а не легенды. Что ты, прощай, она уже дошла до Новиграда. Она уже дошла до Новиграда? Нет, но это вопрос времени. С одной стороны реки Нильфгард, с другой Редане. Они облизываются на город, как псы на мозговую кость. Эта кость застряла в горле у многих, водык. Правда. Мы в Новиграде ценим свою свободу и знаем, как за неё сражаться. Ага. Особенно учёные. Сражаться можно не только мечом. Ладно. Прощай, дружок. Мне надо идти, прощай. Погоди, ведьмак. Мне кажется, ты гражданин мира. Может, ты и в Гвинт играть умеешь? Нет. И у меня нет времени учиться. Но ведь это так просто. Давай, сыграем. Ух, нет, чувак, извини. Нет. Меня ждут другие дела. Жаль. Я бы сыграл с местной. Но они и до десяти не сосчитают. Да и правил понять не могу. Ну ничего. Возвращайся, если передумаешь. Не сейчас, если честно. Давайте будем сюжетку. Так. Ну ещё с этим досталось. Я ищу женщину. А, как и все. Нет, не как все. Это пахнет сиренью и крыжовником. Одевается в чёрное и белое. Два шнапса. Это улучшит тебе настроение. Ладно, выпью. Ладно, выпью. Давай лучше к делу. Ты её видел? Йеннифер из Венгерберга? Я не говорил, как её зовут. Ну, хорошо её описал. А у меня так. Если я хоть раз что услышу, то никогда не забываю. Ну, красавчик. Откуда ты знаешь Йеннифер? Откуда ты знаешь Йеннифер? Что за вопрос? Из баллад мастера Лютика. У бедного торговца нет другой оказии прикоснуться к великому. Ну, если только ему не повезёт, так же, как мне. И он не нарвётся на очень терпеливого ведьмака. На самого Геральта из Ривии. Мясника из Блавикена. Где видел, Йеннифер? Прости, но я просто обязан спросить. Речь идёт о любви? Разумеется. Ты угадал. Это любовь. Я так и знал. Говори, что знаешь. Пока ты не появился, мне и в голову не приходило, что это Йеннифер. Кто бы мог подумать? К делу. Разведчик Нильфгаардского гарнизона её видел. Где? В их лагере. Она ворвалась туда среди ночи. Чёрная и белая. Крыжовник и... Да, я знаю. Наррала на командира гарнизона и помчалась дальше. Куда? Я не всеведущий. Спрашивай в гарнизоне. Спасибо. А Шнапс? Люди с большака должны держаться вместе. Может, когда-нибудь я... Заказал, но никто не пьёт. А ты будешь поблизости. Так, ладно. Давайте валим отсюда. Как выйти? Замечательно. Много диалогов нафиг. И они не очень такие короткие. Я это, ребята, прекрасно понимаю, но без этого мы не поймём вообще весь сюжет, что и как. Что, что вы делаете? Сейчас разборки будут. Ага. Тогда упердывай. Нам здесь таких не надо. Трое на одного, да вы храбрецы? Может, ещё кого на помощь позовёте? А то вдруг втроём не справитесь. Чё? Да я б тебя один настучал. Будь у меня мешок на голове и руки связаны. Хотя нет. Тогда тоже нет. Чеслов, Лешка, отойдите. Дам бродяге на руку один на один. Я бы проще ушёл, но лучше с ними показать. Мудакам таким. Ну пошли. И как вы, блядь, не научитесь? Так тут ещё и маты есть. Вот эта лошадка, нахрен бешеная. Паскуда. Иди сюда. Приятно было бы знакомиться. Лошадь бешеная, нахрен. Сохранение игры. Ага, автоматически. Я понял. Так это моя бешеная. Так, ладно. Поехали в гарнизон, да? Куда нам нужно. Сейчас сюда. Ну давайте быстренько поедем. Что мы будем париться. А так мы могли ещё вот того огромного убить. То есть, грифона, да? Может, если бы мы там взяли какое-то дополнительное задание. Ну, ладно. Так, опа. Куда? Сюда, да? Лошадочка, пожалуйста, не кончайся энергией у тебя. Нам ещё чуть-чуть осталось. Как, 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 как я думаю. Это место сил. Отсюда взрывается магия. Сейчас. Я там видел каких-то тварюк. Вот они. Ох, ты прямо красиво слез нафиг. Хотя нет. Ну, на карте что-то такое. В этом роде показывается. Ну, ладно. Иди сюда, лошадочка. Это я просто проэкспериментировать. Ух ты, нихрена себе. Я правильно? Да, правильно. На карте всё показывается. Потопали, ребята. Я не знаю, долго ли это вообще дорога, но почему-то мне кажется, что не очень. Что мы уже практически вот тут. Так вообще под охраной. Опачки, попачки. Сейчас, ребята, всегда нужно... Всегда нужно развлекаться, иногда побить Взять. Всё берём. Тут мне очень нравится то, что их можно тут лутать. Так, ух ты. Куча всего. Это опять Грифоша, да? Натворил нафиг делов тут. А, нет, это волки. Ну... А мы всё забрали, ребята. Это тоже круто. Это тоже круто, так как, в принципе, мы многое чего себе добыли, новых ингредиентов. Мне кажется, тут, в принципе, с этих новых ингредиентов всегда можно... Ну, что-то крутое крафтить, да? Так, потопали. Там травичка, да? Мы можем её собрать. Опа, это отжимаются, друзьяшки наши. Всё, мы, в принципе, отсюда слазим. Ты припарковался нафиг, да? На лошади охренее, на то, что сам сейчас пройти не могу. Вашу мать. Носишься как... Вот так. Куда? Ага, автоматически тут. Это военный лагерь. Местным вход только по разрешению командира гарнизона. Я похож на местного? Ты похож на того, кто ищет неприятности. Наоборот, я от них избавляю. Я ведьмак. Ведьмак? Капитан Петер Саар Гвинлеве сейчас в башне, за воротами направо. Значит, вы можете похороше. Не такие уж вы, чёрные и страшные. Когда хотите, умеете быть вежливыми. Не привыкай, Нордлинг. В башню. Так, ладно, топаем, ребята. Опа. Это кузнец, да? Ага. Улучшение оружия. Тачила позволит на время улучшить оружие, увеличив наносимый урон. Почему только на время? Собрать травы. Кузнецы куют. Понятно, что кузнецы куют. А, ваши предметы. О, на 15 минут. Ни хрена себе, это много. Пароль. Не знаю никакого пароля. И значит, вы здесь просто так ходите. Интересно, зачем? Имперские мечищи. Ладно, хареток базарит. КОТОРЫЕ ТОРГУЮТ. Хе-хе-хе. Покажи мне свои товары. Покажи мне. Ух ты. Так, мечи. Нам показывается. Плюс 8 урона, да? Минус 5. Плюс 8. Необходимый уровень 1. Ну, пока что не будем. То есть, у нас хватает. Используем. Используем. Нас хватает и своих вещей, если честно. Используемые вещи. Алхимия и ремесло. Куча у нас всего есть, если честно, ребята. На принципе, хватит вот этого всего пока что. Бывай. Бывай. Ох ты, нафиг. Не можешь попасть туда, куда мне нужно побежать. Бегу вперед. Нет, завернул направо. Бегу вперед. Нет, завернул налево. Но не туда, куда нам нужно, нафиг. Так, сколько деревня даст зерна? Сколько скажете ваше превосходительство? Посмотри на мои руки. На, смотри. Мозоли видишь? Какое я тебе ваше превосходительство? Крестьянин я. Так и давай говорить, как мужик с мужиком. Сколько сможете дать? Сорок корцов. Было и больше, только наши, то есть, темерцы, раньше уже забрали и... Дадите тридцать, уже хорошо. Ну, по рукам. Скоро жду транспорт. Хороший мужик, да. Боже, дай покорнейший благодарю. Кроме старосты, я вызывал только кузнеца Вилли, краснолюда. Ты для него высоковат. В логике тебе не откажешь. У него... Конфисковать, ага. В логике тебе не откажешь. Геральт из Ривии, ведьмак. Вадгерн. Понятно, почему я не слышал шагов. Чего надо? Йеннифер из Венгерберга. Куда она поехала? Это военная тайна. Лучше не бесит. Лучше не бесит. Он меня за дверь не позвал к Рауу. Значит, у тебя есть предложение. Тут в окрестностях завелся Грифон. Я так и знал. Убей его. Тогда посмотрим, что можно сделать. По рукам. Что рано или поздно нужно его будет убить. Но прежде чем я начну, пару вопросов. Ты знаешь, где у Грифона логово? Сперва он держался возле лисьего Бора. Я послал туда патруль пятерых молодых ребят. Два дня спустя их нашел охотник. Я бы их не узнал, если б не бляхи. С тех пор Грифон нападает где попало. В деревне, на полях, на тракте. Значит, он бросил логово. Придется ставить ловушку. Судя по твоему тону, это будет непросто. Чего тебе нужно? Ты должен найти одну траву. Мне нужно больше сведений о Грифоне. Ну, давайте покажем траву. Для приманки мне нужна одна травка. Крушина. Грифон почует ее запах за 10 миль. Кру... Крушина? Впервые слышал. Но я еще не слишком хорошо говорю на всеобщем. Да. Наверное, сперва ты выучил основные выражения. Руки вверх, вздернуть. Нет. Сперва были поговорки. Например, не играй с огнем. Загляни к Тамире. Это травница. Живет на распуте, и она тебе поможет. Мне нужно больше сведений. Мне нужно больше сведений об этой твари. Какого она пола, почему бросила логово? Может, тебе очевидцев привезти? Они скажут не больше того, что я уже знаю. Надо осмотреть место, где погибли твои люди. Как звали охотника, который их нашел? Мыслов. У него хата к югу от деревни у самого леса. Полезный человек. Хотя и странный. Прощай, дружок. До мира и Мыслов. Спасибо. Эзон, Вьяктон. Ладно, потопали. Активная задача. Вы можете отслеживать только одну задачу в задании. Чтобы переключаться между задачами, используйте В. Спросить охотника, где он нашел тела. Спросить травницы, где А. Давайте сначала у травницы. Та хрень его знает где-то. Мельница. Вот тут ослеживание. Ага. Это охотник, это травница. Ага. Ну, я правильно выбрал, потому что травница ближе находится. Ну, и давайте, ребят, потопаем. Быстренько. Сначала к травнице, потом к охотнику и, ну, я не знаю, может, где мы сможем убить графона уже в этой серии. Быстрый переход. С помощью дорожных указаний вы можете быстро перемещаться с одной локацией в другую и подойти. О, это еще круче. Я думал, нужно будет бегать туда-сюда. Быстрый переход. Быстрый переход тут назначение. А как? Ага. Ага. Я думал, нам столько нужно бежать будет. Ну, в смысле, ехать верхом на лошади это, оказывается, еще намного быстрее. Круто. Вот наша лошадка бежит вот там. Так, потопали, ребята. Направо. Поворот. Поворотник. Пип-бип. Ага. И вот она. Ну, в принципе, понятно, что это травница. Смотрите на карту, сколько там трав нахрен. Так. Где тут у вас вход? Ага, вот он. Я не мешаю. Это наоборот. Передай-ка мне двоих грот. Это такое... Да ладно, шучу, но... В маленьких он притупляет боль и вызывает приятные сны. Это все, что я могу для нее сделать. Я ищу крушину. Здесь в округе растет крушина. Угу. На дне реки, где русло шире всего. Но ты же знаешь, что если ее вынуть из воды... Будет вонять хуже падали? Я на это и рассчитываю. Я охочусь на грифона. Рушина мне нужна для приманки. Я вот думаю. Пару лет назад под мостом завелись утопцы. В сей деревне пришлось сбрасываться, чтобы хватило на ведьмака. Так у кого же здесь хватило денег, чтобы заплатить за грифона? У капитана Петера Саара... Хер узнает, как-то там еще. А, приятно знать, что черные от всего сердца заботятся о нашем благе. Правда заботятся. Не думаю, чтобы ваши дела волновали императора Юнгера. А капитана, пожалуй, что волнуют. Он порядочный малый. В войске нет порядочных людей. Есть только приказы. Ты же не здешняя, так? Много в тебе горя. Слишком много для того, кто провел всю жизнь в хате на краю света. Верно. А ты куда-то спешишь. Иначе не делал бы приманки, а подождал бы, пока грифон снова ударит. Чувствую, у нас бы вышел интересный разговор. Может, в следующий раз. Так, на дне реки, да? Так, давайте быстренько посмотрим, где ближе к сего. Ага. Ну, давайте пока что... Ну, да, давайте на дно реки мы сгоняем быстренько. Вот туда, да? Да. Ну, давайте. Сначала за крушиной, потом к охотнику, и потом, наверное, мы уже, в принципе, ребята, даже будем заканчивать, потому что мне кажется, что в этой серии мы хрен убьем грифона. Ведьма чуть-чуть ё. Сейчас это невозможно сделать. Да мне не нужно. Жмите все, чтобы нырнуть, и пробел, чтобы вынырнуть. Ага, вот она. А, все, мы его собрали. Нормально. Так, быстро. Так я же всплываю. Да твою мать, я тебе нафиг. Вот так. А что это за задание? Мне просто интересно. Поговорить старушка. Ну, давайте поговорим. Мы же добрые ребята. Ключ потеряла, бабуся. Нет. Стовородку. Видишь ли, этот дом всегда стоял пустой. И вдруг в ночь перед битвой приехал сюда как... Ладно, много текста. Хватилась я за сковородку, чтобы, если что, защититься. Только вижу... Что? Много текста. И правда, интересно, что было дальше. Ну, ладно, ребята. Я понимаю, что это все скучно. Может ты... Хорошо, я тебе помогу. Лучше подожди здесь. На всякий случай. Мне интересно, далеко оттуда бежать. Далеко. Тогда зовем... Вот. Это круто, что можно призывать к себе нашу лошадку, чтобы далеко не бегать. Да, в принципе, это круто, что лошадь, потому что мы бы передвигались намного бы... Ну, дольше, да. Фух. На принципе, эти задания, они как бы всегда полезные. Хотя, как я вижу, сковородку мы сейчас не будем забирать. Нужно спросить вот этого охотника. А куда сковородка делась? Нужно просто ее найти или купить, или украсть, чтобы принести туда хрен его знает. Есть кто? А его тут нет. Он и на охоту ушел. Ага. Используйте... Ага. Что нам нужно найти? Следы свежие. Мыслов только что вышел. Ага, вижу. И мыслов. Шшшш. Слышишь? Волки? Хотя нет. Детей-собаки. Да. Они опаснее волков. Где-то нашел тело. Используюсь на охоту. Где-то нашел нильфгарцев, которых убил Грифон. А, понял. Вы ведьмак, убийца-чудович. Это о вас в деревне говорят. Ага. Я вам покажу дорогу, конечно, но собак надо перебить, пока они ни на кого не напали. Да. Поможете? Если вам не жаль тупить об них серебряные мечи, стало быть. Почему нет? Почему бы и нет? Грифон не убежит. А вот собаки могут. Так что, ступайте осторожнее. Давно у вас неприятности с этими псами. Сначала войны. Так солдаты через деревню идут, бабу изнасилуют да задушат. Мужика убьют для забавы. Корову на мясо. А далеко ли это? Да нет, мы уже тут. Избиваются эти шкозны. Они уже на кого-то напали. Да ладно, что мы сейчас перебьем их нахрен. Бегс из поля боя. Какой нафиг Бегс? Хоть они меня практически убили, но, знаете, я как-то пока что еще не совсем понимаю, иногда, когда нужно уклоняться, чтобы они не нанесли никакого, ну, дамага. Знаешь, это? Мы вместе служили у помещика. Там, где сейчас войско стоит. Он был конюшем, а я охотником при барине. Но это было до того... До того как что? До того как что? До того как меня выгнали из деревни. Что ты такого сделал? Ничего. Простите. Ни... Не наставив. Ты что? Покажешь, где нашел нельбеарцев? Ага. Добрый день. Ты знаешь что-нибудь об этом Грифоте? Немного. Это зверь не для меня. Зато ты для него в самый раз. Хоть бы поэтому полюбопытствовал бы. Я бы не в тихо, так что даже Грифон не примет. Нам еще предстоит нахрен сражаться с Грифоном, а у нас жизни практически нет. Я надеюсь, мы не очень далеко будем бежать. Опа, ни хрена себе тут кишок. Вот туда. Это здесь. Один лежал там, у Пинька. Без головы. Второй висел на ветке. Кишки у него свисали аж до... Берегите себя. Я справлюсь. Это не первый Грифон, с которым я имею дело. И, вероятно, не последний. Хорошо, если так. Будьте здоровы. Ты тоже, чувак. Ты тоже. Что я там видел? Посмотреть. Ага, это Бухло. Лагерь. Земля черная от запекшейся крови. Еще что? Следы давнишние, а не глубже. Солдаты в доспехах. Наверное, нильфгаарцы. Опа, там кто-то бродит. А я хочу сначала вот это собрать. Опа. Даже Бобо нашли. Опа. Вот мы сейчас, наверное, к логову идем. Эм. Наверное, сюда, да? Нет. А куда? Сюда? Да. Нет, не сюда. А значит... Хм. А куда тогда? Я как-то не могу понять, если честно. Да кто там бродит, нахрен? Ну, сюда, наверное. Место Грифона, точнее, то, что у него осталось... Опа. Это грифон? Это грифон? Так он уже мертв. Самка. Личинки в ранах уже вылупились. Значит, она мертва, по крайней мере, неделю. Выходит, второй грифон, самец. Смотреть раны. Глубокие, колотые раны по всему телу. Это она, наверное, убила Йеннифер. Или нет? Она не защищалась. Должно быть, ее застали врасплох, пока она спала. Обредить возраст. Края клювы стерты, в подшерстке седые волосы. Ей было лет 10-12. Грифона находит пару в молодости, и так на всю жизнь. Значит, самец примерно того же возраста. Нахрен, эксперт? Прям Шерлок Хонн. Жесткая ость. Густое оперение. Королевский грифон. Выйти. Это объясняет, почему самец, которого я встретил, был так агрессивным. Сперва он напал на нель глянцев здесь, в лесу. А потом начал рыскать по всей округе. Я сделал все, что мог. Ух ты, второй уровень! Прямо возвращаться к весь миру. Вы заработали очко умений. Так, умения персонажа. Развитие персонажа уровней. Получив определенное число очков опыта, герой получает следующий уровень. Очки опыта начисляются за убийство чудовища и выполнение заданий. Ну, это понятно. Скажем, новым уровнем вы получаете очки умений. Их можно расходовать на приобретение новых умений или на улучшение имеющихся. Развитие персонажа группы умений. Цвет. Умение указывает на ветви, к которой оно относится. Развитие. Ага. Выберите умения, которые хотите развить, и нажмите. Ага, по нему. Понятно. Позволяет выполнять быстрый атак в ближнем бою одним из мечей. Позволяет выполнять мощный атак в ближнем бою. Ага. Защитность школы волка. Позволяет использовать легкий ручной арбалет. О, я это хочу. А, это у нас уже есть, да? Ага. Дальше тогда. Принаведение. Быстрых атак на 5, прилистачковый адреналина 1. Ну, давайте вот это. Да. Развитие персонажа умений. Чтобы умение подействовало, активируйте его, поместив в доступный ячейк умений. Неактивное умение не оказывает никакого действия. Ага. Развитие... В любой момент можно отключить данное умение и активировать вместе с него другое. Круто. А я могу еще его изучить. Недостатесче. Ну, понятно. Круто. 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 Нельзя недооценивать противника. Это правило лежит в основе ведьмачьего кодекса. И не без причины. Тщательно подготовка спасла от гибели немало ведьмаков. Перед боем не стоит жалеть времени приготовления эликсиров и маселы на... Ага. То есть, ну, как бы нас предупреждают, что просто вот так голым ты не можешь еще пойти нафиг убить Грифона. Нужно хотя бы немного подготовиться. Это, в принципе, логично. Ну, подготовиться мы уже будем в следующей серии, ребята. А на этом всем все за просмотр. Это такая игра немного хардкорная. То есть, много разговоров, много исследований. И потом, в конце концов, какой-то бой. Поэтому она, в принципе, может и не всем понравиться. Но все же, ребята, всем все за просмотр. Не забывайте наступать в нашу банду крутых перцев. Наше братство, как можно сейчас гореть, когда мы играем в Ведьмака. Все, что от вас требуется, просто на меня подписаться. Также буду очень рад, если вы поставите лайк. Поставьте свой комментарий. Я читаю все ваши комментарии. Также буду рад прочитать любой комментарий, который вы напишите. Поэтому не стесняемся пишать. Пишет. Не стесняемся пишет, ребята. Пишет всегда хорошо. Не стесняемся писать. Всем все за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok